Впереди у Сочи всемирные хоровые игры. Их город примет с 6 по 16 июля. Ожидается приезд представителей из 72 стран мира. Это около 20 тысяч только иностранных гостей. Соответственно, работы у таможенников прибавится. Поэтому глава города попросил собравшихся в зале работать в таком же режиме, как и во время Олимпиады. А в целом, подводя итоги работы, глава города поблагодарил сотрудников сочинской таможни за профессионализм в работе. Мы сегодня живем в условиях, когда контрафактную продукцию и запрещенные товары в больших объемах пытаются возить через наши границы. Сегодня мы реально понимаем, какая нагрузка падает на ваши плечи. И понимаем, что те, кто нам хочет навредить, они все делают для того, чтобы подорвать наши экономические устои. И наши бюджеты всех уровней, конечно, требуют к себе колоссальной поддержки. Таможенная служба с этими задачами справляется профессионально и слаженно. По всем контрольным показателям сочинская таможня заняла третье место в Южном таможенном управлении. В этом году было возбуждено 11 уголовных дел, из них 4 по статье «Контрабанда». Кроме того, 1130 дел об административных правонарушениях. Мы работаем в условиях обострения геополитической обстановки, нестабильности мировой экономической ситуации, набирающихся новые обороны. В рамках существующей санкционной политики с 1 января добавляются специальные экономические меры к товарам из Турецкой Республики. Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, необходимо продолжить и усиливать работу по выявлению и пресечению каналов поступления продовольственных товаров, на ввоз которых введен запресс. Сергей Бондаренко наметил планы на следующий год и отметил, что в дальнейшей работе необходимо взаимодействовать с другими таможенными подразделениями. Ведь именно для координации совместных действий в нашем городе регулярно проходят международные совещания таможенных органов. Разночтений в законах быть не должно. Елена Овсевсина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.